Всем привет! И сегодня я расскажу вам про мою орхидею Цимбидиум. Это орхидея, насколько я помню, она пришла из Японии и она очень любит экстремальный климат. Начну с того, что заботятся о ней довольно просто. Полив у меня точно такой же, как у филинопсиса. То есть я вообще погружаю ее в воду и она выглядит очень прекрасно. Корни у нее тоже очень похожи на филинопсис. Вы видите, какие они жирные, белые. О, скажу немножко о поливе. Эту орхидею лучше не засушивать как дендробиум до хруста. Все-таки нужно немножко, чтобы земля была влажноватая. Но опять же, осторожнее не перелейте. И тоже очень хороший показатель. Я обычно как-то ориентируюсь так, что когда вы видите вот эту луковицу, а когда ей нужен полив, она начинает немножко морщить. В это время я ее прям замачиваю так хорошо в кашпо минут на 20-30 и потом вытаскиваю. Вот. То есть просушивать ее надо, но не здорово. Но не прям вот до хруста-хруста. Не прям совсем, чтобы земля была такая каменная. То есть ей нужна, в принципе, постоянная влага. Тут очень видно. Растет эта орхидея довольно хорошо. И весь прикол в том, что на лето эту орхидею нужно выносить на улицу на прямые солнечные лучи. Как это ни удивительно, эта орхидея выносит абсолютно прямые солнечные лучи и очень жаркую погоду. И именно когда вы ее выносите на улицу, то эта орхидея получает достаточно энергии, чтобы потом пережить зиму. И вы не только оставляете эту орхидею на улице. Кстати, выносить ее нужно ранней весной, когда уже перестает быть риск заморозков. Ну то есть как только у вас не будет заморозков ночью, выносите эту орхидею на улицу. И несмотря на то, что у нее тоненькие листочки, она не обгорает. Ну конечно, если там у вас посреди лета, совсем знойно, 12 часов дня, то да, ее лучше как-нибудь укрыть или поставить в тенек на обед. Но сейчас она у меня стоит на восточной стороне и сейчас почти 12 часов, то есть середина дня. И она это переносит довольно хорошо. Она аккумулирует все эти солнечные лучи и становится больше и здоровее. Причем держать эту орхидею нужно на улице до самых заморозков. Иногда они бывают в октябре, в ноябре даже. Ну в общем, как только у вас объявили ночью заморозки, тогда вносите ее домой. Потому что если вы не до конца заморозите эту орхидею, ну то есть не то, что заморозите, если у этой орхидеи не будет достаточно низкой температуры осенью, то зимой она у вас свисти не будет. Потому что именно вот эта очень холодная экстремальная погода, ну до нуля конечно, она позволяет орхидеи начать свисти и делать цветоносы и все остальное. По поводу удобрений, эта орхидея довольно хрупкая, то есть аккуратнее с удобрением. Удобрений лучше поменьше. Очень любит просто воду. Удобрения я на это использую 20-20-20. Ну то есть это обычное удобрительное удобрение для всех растений, которые даже еще бывают. Овощи, фрукты тоже используются 20-20-20. Ну то есть это удобрение, которое не стимулирует рост, это просто как бы общеукрепляющее. И стоит оно у меня на солнце до октября-ноября. И потом я ее заношу домой. Вот в принципе весь мой особенный уход за этой орхидеей. Надеюсь вам понравилось. Надеюсь ваши орхидеи тоже будут свисти и расти замечательно. Желаю всем хорошего настроения и до скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok